У нас на фронте обстановка абсолютно подконтрольная. Пока нас не было, противник продвинулся на территорию России. С момента, как Ахмат прибыл на этот участок, мы его полностью остановили. Командир тикток батальона Ахмат дал интервью китайскому репортеру и заявил об окончании войны через 2-3 месяца. Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится. И причем завершится не только на Курском направлении, а полностью все СВО. В этом позорище. Каждая фраза – это набор фантазий и откровенной лжи. Причем, отвечая на следующий вопрос, он уже не помнит, что говорил пару секунд назад. Мы остановили полностью продвижение противника и сейчас уничтожаем его уже в рамках этого изоляционного круга. Раньше пишут российские газеты и телеграммы, говорят, когда начинает шужер направление, чеченские войска выбраться в свою позицию. Нет, это неправда. Потому что чеченских войск здесь почти не было. Здесь было очень мало чеченских подразделений и там, где они находились, они до сих пор эти позиции держат. О том, что чеченские силы кого-то пропустили, писали только цепсошные каналы и те каналы, которые в России тоже являются проукраинскими. Да что ты, черт побери, такое несешь? Говорят, у вас есть плен. Очень много пленных. Нет, это ваши чеченские плены собрали, украинские. А, ну это вот получилось, на участке, о котором я говорю, получилось, что не очень много пленных. Пять пленных получилось у них, что они взяли. Сколько? Пять, десять. Четыре, пять. Десять. Да ты что, охуел, блядь, сука? Как вы оцениваете это Курск направление? Долго или скоро? Какое время будет? Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится. И причем завершится не только на Курском направлении, а полностью все СВО. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Если бы в Кремле находились более умные и менее трусливые персонажи, они бы уже давно заткнули этого спикера и выключили его из информационного поля. Но, видимо, слишком боятся реакции главного Дона. Поэтому молчат в тряпочку. Это какой-то позор. Чем занят Владимир Путин, пока ВСО захватывают Курскую область? Он путешествует. Из Баку президент мира отправился обратно в Россию. Правда, в Нальчик, где ему дают изучить яблоки. Министр обороны Андрей Белоусов куда-то пропал. Дмитрий Песков ушел в отпуск. И даже Дмитрий Медведев не подает признаков жизни. Так российская власть реагирует на военные действия в Курской области. Просто напомню, впервые за многие десятилетия иностранные войска входят на территорию России. Помните, еще был такой премьер Мишустин? А Шойгу? А Герасимов? Тем временем на российском телевидении уже открыто говорят, нужны ковровые бомбардировки. Вот надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровым. Понимаете? Понимаю. Кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что недаром столько эвакуации. Не будем, не будем. Иначе чего эвакуировать столько тысяч людей? Вы скажете, ну это какая-то непонятная женщина на очередном политическом ток-шоу. А все перечисленные политики самостоятельных решений не принимают. Другое дело, верховный главнокомандующий. В эти минуты он, кстати, борется с кариесом. Да, яблочное. Здесь 300 граммов. Вот так раз и бесит. Конечно, врачи говорят, надо детям кушать от кариеса. Ну вот на ваш взгляд, такая реакция Путина на происходящее. Это что-то из категории страхов и фобий? Или это расчетливая стратегия переждать и перетерпеть, которая проверена эта стратегия годами? Ну, я думаю, что это и то, и то. Как всегда, знаете, как всегда есть все. Конечно, он напуган, конечно, он в шоке там и так далее. Вот он в домике, как вы выразились. С другой стороны, я полагаю, что меня это совершенно не успокаивает, его занятость яблоками и геополитикой. Потому что я помню, что Пригожина он тоже убил не сразу. То есть я думаю, что они готовят что-то страшное в ответ. Он должен обязательно ответить. Он должен ответить не для того, чтобы восстановить целостность границ. Он должен ответить для того, чтобы восстановить свой престиж в элите. Потому что Курская операция нанесла страшный удар по имиджу Путина в элитах. А это единственное, что его волнует. Потому что президент он только потому, что принимает верхние 10 тысяч, народ ему наплевать. Так вот, это удар примерно такого же масштаба, как удар, который нанес Пригожин. Поэтому он должен что-то ответить. Этот ответ должен быть ужасным. Ну как, главарь мафии, теряя власть, должен совершить какое-то совершенно жуткое преступление. Ну что это может быть? Это может быть какая-то еще одна внешняя война. Но кажется, на нее нет сил вообще. Ну или использование ядерного оружия. Ну и конечно, он должен освободить Курскую область. И мы знаем, как наши генералы их освобождают. Освобождают города, не оставляя ни одного целого кирпича. Поэтому то, что сказала госпожа Нарочницкая, я полагаю, вполне реальная, действительно реальная вещь. То есть, на ваш взгляд, сценарий с ковровыми бомбардировками Курской области, это вполне вероятный сценарий? А посмотрите, что они оставили от Бахмута. Посмотрите, что они оставили от Авдеевки, от других городов. Посмотрите, что они творили в Мариуполе. Они иначе не умеют. Единственная разница в том, что сейчас речь идет о населенных пунктах на территории такой глубинной, коренной, как вы хотите, России. Где там курские соловьи и прочее. Вот, да, они это будут делать. И я к заявлению госпожи Нарочницкой отношусь очень серьезно. Дело в том, что, во-первых, она в Усени какая-то такая, знаете, совсем сумасшедшая дура. Она, то есть, она, может, и дура, и там все что угодно, и сумасшедшая, но она образованный человек. Она доктор исторических наук. Она, в общем, грамотный человек достаточно, да. То есть, она такой людоед вполне осознанный. И то, что она говорит, показывает, что... Да, и она никогда не говорит, конечно, ничего случайного. Она работала в нашем представительстве в ООН. Она возглавляла какой-то там институт демократии такой правительственный там и так далее. Она очень хорошо чувствует, чувствует атмосферу. Так вот, она, ее слова показывают, что люди для этой власти, они никто, они ничто. Понимаете, вот раньше они упражнялись в угрозах украинцам, грузинам, немцам там и так далее. Вот всех уничтожим, всех превратим в радиоактивную пыль или там в какую-то радиоактивный пепел и так далее, да. Сейчас они то же самое говорят своим. То есть, что это означает? Это власть. На самом деле, по сути, оккупационная власть. И она такая, знаете, это колониализм какого-нибудь там начала 18 века. Когда туземцы вообще не люди. То есть, вот для них те, кто живут на территории не только там Германии или Грузии, на территории России тоже не люди. Для них люди только вот они сами и какое-то количество их приближенных. А с всеми остальными можно сделать все, что угодно и уничтожать их и так далее. Вот они это говорят прямым, совершенно прямым текстом. Ну и тем временем обычно международные поездки на языке дипломатии, они что-то доозначают. Это некий жест, да, который политики проводят, который демонстрируют. И вот, на ваш взгляд, кому Владимир Путин обращается, когда в разгар наступления на Курском направлении уезжает в Баку? Может быть, это, конечно, к внутреннему населению обращение, но как будто бы нет. Вы знаете, я думаю, что адресатов здесь несколько. Это собственные элиты, которым он показывает, что бизнес is usual, что он занимается своим делом, ничего страшного не произошло. Это очень важный сигнал. Во-вторых, я думаю, что это сигнал самому себе. Я думаю, что он сам себя успокаивает, потому что я полагаю, что он в полном шоке находится от происходящего. И он, оказываясь в привычной ситуации, по зарубежному визиту, к дружественному диктатору, он, ну да, вот все нормально. Сам себе, как бы говорить, не надо волноваться. Ну и кроме того, конечно, он продолжает работу по разрушению мирового порядка, по повышению мировой цивилизации, которую он начал уже довольно много лет назад. Он пытается все изменить. Вот он строит этот самый БРИКС. Я хочу обратить внимание на то, что перед визитом Путина в Баку, посол Азербайджана в Российской Федерации сказал, что Азербайджан планирует вступить в БРИКС. Планирует, не планирует, это неизвестно на самом деле. Но, в общем-то, БРИКС развивается как некая организация, противостоящая G7, противостоящая Европейскому Союзу, НАТО и так далее. Путин, правда, продолжает этим заниматься. Другое дело, что БРИКС – организация по определению очень непрочная и которая обречена на развал, на внутренний развал. Но это другой вопрос, в краткосрочной перспективе она может свое сыграть. Продолжение следует...